Вы давно на строительстве? 17 лет. Значит, это не первая ваша стройка? 11. На тех стройках вы получали премию? Получал. Не отказывались? Не отказывался. Так неужели наша стройка хуже тех, на которых вы работали раньше? Хуже. И для наглядности я могу нарисовать одну неделю нашей работы. Нарисовать? Ну, нарисуйте. Возьмем хотя бы прошлую неделю. Понедельник. Бригада простояла пол смены без бетона. Вторник. Бригада простояла пол смены без бетона. А почему? Цемент на стройке есть, щебенки, песку, навалом. А мы без бетона сидим. Я спрашиваю, почему? Очевидно, потому что мощности бетонного завода еще не соответствуют нашим потребностям. Так вы так и скажите, Потапов. Тебе завтра бетона не будет. Я другим делом займусь. Но ведь мне этого не говорят. Заявки мои принимают, говорят, жди, будет бетон, жди. И так три дня. Это что, объективная причина невыполнения плана, Павел Емельянович? Берем четверг. Толя, когда я двери-то искал, в четверг или в пятницу? В четверг. Так вот, в четверг. Надо было мне три двери поставить. Заявку подал, написал все по форме, какие, сколько, куда везти. Звоню, дверей нет, а я звоню. А мы-то не собираемся вам двери искать. Как так? Я заявку подал. Да что заявку? Мы двери не возим. Надо, поезжай сам и ищи свои двери. А что делать? Еду. Есть у меня два ПТУшника. Взял одного. Павел Емельянович, вы давно на складе были? Ни разу не был. А вы полюбопытствуйте. Ведь очень интересный склад. Там порядок, как после Куликовской битвы. Полдня мы с этим мальчишкой с Колькой Шишовым двери искали. Они там были, и я их нашел. И это тоже объективная причина невыполнения плана. А в пятницу-то вообще обхохочешься. Фундамент мы для компрессорной делали. Постарались, хорошо сделали. Две недели трудились. Пришел представитель заказчика. Братцы, вы что за фундамент такой сделали? Не то. Я говорю, как не то? Чертеж в волоку. Тютелька в тютельку. А он говорит, братцы, мы же вашему тресту давным-давно другой чертеж выдали. Тут импортная машина стоять будет. Фундамент не подойдет. Звоним в техотдел. Был новый чертеж на фундамент для компрессорной. Сейчас поглядим. Да, говорят, такой чертеж имеется. Завтра пришлем. Три месяца, Павел Емельянович, не могли из треста на участок чертеж переправить. Это тоже объективная причина невыполнения плана. А теперь что ж, в субботу, в воскресенье, в свои выходные дни будем отбойными молотками долбить. Своими собственными руками свой собственный труд уничтожать. Надя, разыщи там осетрол, пусть свержится со мной. Я в штабе на паркоме. А убыток какой? Фундамент и щенку стоит? Кто за него заплатит-то? Вы из своего кармана не выложите, верно? Не скажете бухгалтеру, я плохо руку вожу. Денег не давайте. Товарищ бригадир, не забывайте, думайте все-таки о чем говорите. Павел Емельянович, не капиталист, он за ваш счет не наживается. Ну и что, что не капиталист? Может нам теперь за то, что мы не капиталисты, ордена выдавать, медали, премии? А ведь у меня, товарищи, половина бригады пацаны. Их же надо как-то воспитывать. Прививать уважение к ремеслу, к труду. А на чем прививать? На этих примерах. Да вы знаете, что мне сказал этот мальчишка, Колька, с которым я двери-то искал. Когда мы шли со склада, он и говорит, видать коммунизм не скоро построится. И что вы ему ответили? Ничего не ответили.